Поисковый отряд «Память» 11 лет. Дата его рождения – 6 октября 2010 года. В тот день была открыта мемориальная доска в честь погибших и пропавших без вести выпускников нашей школы. Здесь 28 имен, и это не весь список. А потому наш долг узнать всех, кто ушел на фронт и не вернулся, сохранить и вывыковечить память о них. За 10 лет наш поисковый отряд нашел сведения о 35 погибших и пропавших без вести выпускниках школы и 18 родственников бойцов. Извещения о гибели 13 выпускников переданы родным. И сейчас мы готовим карту мест их гибели. Результатом поиска стала экспозиция «Они шагнули в бессмертие». Здесь отражена информация уже о 63 выпускниках, павших за родину. Мелочей здесь нет. Например, мы обнаружили, что на мемориальной доске неверно указан инициал выпускника 1937 года – Орлова. В результате поиска было установлено его настоящее имя – Василий Михайлович. Мемориальная доска была переделана. На торжественный митинг 9 мая 2013 года мы пригласили сестру Василия Михайловича. Людмила Михайловна приехала к нам из Самары и поблагодарила нас за восстановление справедливости. В наших поисковых экспедициях мы собираем материал не только об истории солдат, но также о предприятиях и учреждениях Шахстанинского района, о важных моментах истории школы. Например, мы узнали историю про мартери и культура. В годы Великой Отечественной войны в ней работали инвалиды. Они отремонтировали для фронта 686 пар валенок, 536 пар сапог, 875 шинелей, более тысячи фуфаек и других предметов для солдат. Об этом в годы войны писала газета «Колхозник-животновод». Работница промартели Шилова Валентина Кирилловна – ребенок войны. Она создала список односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и отнесла его в храм для поминовения. А мы помогли Валентине Кирилловне собрать сведения о пропавшем без вести родственнике Ермушине Александре Ивановиче. Перед войной Александр посадил дубок возле своего дома в деревне Селина. Каждый год в День Победы возле него собираются все его родственники. Переписываясь с Федеральной службой безопасности Вологодской и Омской областей и с Омской научной библиотекой, работая в архивах, мы узнали о роли семьи директора школы Искоскова Павла Александровича в развитии Пришиксинского района в годы военного лихолетия. В сентябре 1942 года актив колхоза «Красный луч» выдвинул инициативу создать детский дом. В нем жили ребята не только из нашего района, но и эвакуированные дети ленинградцев, спасенные в блокаду осенью 1942 года по знаменитой «Дороге жизни», а также группа финских ребят. По итогам поиска проводятся музейные уроки для всех классов школы. Отряд поддерживает тесную связь с родственниками погибших выпускников. За эти годы проведено 13 музейных мероприятий с их участием. Ими передано в музею 54 сладанских предмета, письма, военные ученические билеты, фотографии, медали и другие вещи. А мы записываем и храним их воспоминания о родных. Поисковый отряд ухаживает за объектами военного, культурного и исторического наследия. Это обелиск воинам в Парке Победы, памятник выпускникам школы, пушка Гаубица, памятник репрессированным и памятник Ленина, особая забота отряда, могила директора школы Искоского Павла Александровича, ветеранов Великой Отечественной войны супругов Свистовых и матери выпускника школы Орлова Василия Михайловича. Ежегодно по результатам поисковой и исследовательской работы в музее проводятся от 60 до 80 экскурсий. Школа в годы Великой Отечественной войны, они шагнули в бессмертие, женщины-педагоги, участницы Великой Отечественной войны, имя на обелиске, визитная карточка Шексны и другие. Их посещают от 600 до 800 человек в год. Для них организуются интерактивные зоны, проводятся мастер-классы, выставки, презентации, встречи с ветеранами. Традиция отряда является созданием исследовательских и творческих проектов. Моё пионерское детство, Моя семья в годы Великой Отечественной войны, Детство, опалённое войной, Память возвращается как птица и других. Только для сборника «Память возвращается как птица» были собраны воспоминания 109 детей войны. В нашей работе мы используем информационные интернет-ресурсы, поддерживаем тесную связь с поисковыми отрядами Вологды и Черповца, с архивами, историко-краеведческими музейными объединениями, с Центром дополнительного образования Вологодской области. Благодаря сотрудничеству музейщиков, учащихся, ветеранов, педагогов, выпускников, в Школьном музее создано открытое образовательное пространство. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok